всем добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые трейдеры уважаемые инвесторы все зрители youtube канала компания маркетс на связи михаил ричер и сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику макро трейдинг и разбирать сделки торговать на валютном фондовом и сырьевом рынке и так что у нас сегодня сегодня вас будет больше день техники в котором покажу те сделки которые отработали на прошлой неделе того что можно сейчас заходить то что нам дает хорошие точки ухода покажу как собственно нефть хорошо отработала как индексы наши все хорошо хорошо поотрабатывали но это конечно прошлом покажу новые торговые сигналы если они есть потому что я так прошелся быстренько по сегодняшним валютным парам по сырью по тем же фондовом рынку собственно есть пару входов есть несколько и даже интересно входов но больше такие средние долгосрочно которых нужно не просто зашел стопик поставил и ждешь а зашел и иногда надо будет даже доливаться потому что тенденция такая среднесрочно вверх но в то же время надо будет еще несколько делать дали вам поэтому сейчас про это все расскажу и так коротко как всегда мы начинаем с макро анализом что у нас на данный момент по всем основном давайте пройдемся по папу по валютной матрицы так сегодня на меня сильно много смотреть не надо то я вчера вечером траванулся поэтому сегодня у меня неважный вид хотя и хотя и весело рассказываю но на самом-то деле это очень тяжело поэтому не рекомендую вам сейчас кушать всяких всякую красную рыбу потому что что-то что-то не то так поэтому что у нас сейчас и так из новостей по сша на данный момент в сша вышли данные по безработице по количеству вернее пособий по количеству мест особи по безработице и она прямо превышает все 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 просто рекорды шесть и три миллиона человек век к подали заявки это это очень много на прошлой неделе было три с копейками на этой шесть и что будет будущем ничего не понятно собственно из-за карантина большинство компаний начали сокращать свой штат и много людей просто уходит за пособиями по безработице раз у нас на сегодня выходит новости по количеству пособий по безработице вы несколько хозяйственном секторе плюс уровень безработицы в штатах я думаю что этот уровень скаканет очень очень сильно вверх и собственно можно надеяться еще на большее стимулирование экономики со стороны фрс и со стороны правительства так поэтому сша на данный момент глобально сел и в принципе ближайшее время я его больше так и рассматриваю и все другие торговые инструменты то есть евро рубль рубль тут под вопросом хотя его тоже рубль фунт австралия новая зеландия канадский доллар швейцарский франции по спину по отношению доллару я наоборот сейчас рассматриваю в покупку то есть доллар продажи все остальное покупка по отношению к доллару так поэтому даже несмотря на то что здесь цел везде у нас указано но должен на момент можно больше относиться к продаже и валютной пары по отношению к нему тоже рассматривать кражу кроме кроме единственным там момент важный швейцария по него здесь может пойти наоборот продажей этой валюты и покупка американского доллара про это расскажу чуть попозже так дальше следующая важная новость который выйдет собственно следующей неделе это 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 данные по инфляции в сша что у нас тут по сша важное важное момент данный момент несмотря на то что все эти коронавирусы и тому подобное инфляция в сша находится на уровне 2 3 процента что значительно выше таргета собственно если она находится на таком высоком уровне то и вне даже несмотря на то что она находится в таком высоком уровне 2 3 процента и плюс ко всему мы видим и вливание денег в экономику со стороны фрс потому что выливание значительно больше денег чем даже было раньше кто в таком случае можно ожидать дальнейший рост инфляции соответственно вот тут уже начинаются проблемы потому что денег денег в системе становится больше и при том что везде становится и больше как в сша так и во всем во всем мире понятное дело что на данный момент было дрем международным трансфер трансферам соответственно международным платежам деньги с евро могут легко перетечь штаты и наоборот в итоге денег говорю еще раз установится значительно больше чем было раньше плюс ко всему еще можно ожидать еще какие-то стимулы в итоге это уже повлияет на монетарную инфляцию инфляция тоже будет расти и соответственно надо уже будет принимать какие-то другие более жесткие методы для того чтобы сдержать эту инфляцию а как это сделать это или повышение резкое причем резкое повышение процент наставок даже если на то что сейчас было снижение или же или же другого способа пока честно говоря даже не вид и не видно разве что самый такой эти жесткий способ уменьшить инфляцию это заставить людей ничего не делать то есть вот собственно то что сейчас и происходит всех людей отправили на карантин все люди дома сидят то есть затянули пояса ребята мы ничего не тратим потому что у нас карантин все все заразное все плохо вот в итоге так как люди ничего не тратят меньше соответственно скорость обмена денег замедляется и инфляция будет падать и даже несмотря на то что денег влилили в экономику много но удар по инфляции именно рост инфляции продают может начаться где-то через полгода а то и год именно такой быстрый рост за это время уже стабилизирует стабилизируется ситуация с эпидемии крутого же коронавируса и в результате нас уже будут приниматься мер по именно изъятию денег и можно даже повышению ставок и в результате равновешиванию прижать инфляции так с этим тоже разобрались поэтому доллар пока только продажа пока ничего интересного другого по нему мы не видим по другим валютам смотрите из такого максимально интересного еврозона пока по новостям ничего не ожидается и принципе глобально евро в продажу только по отношению доллару можно его рассматривать его покупку по россии россии на следующей неделе выходят данные по инфляции в принципе процентную ставку оставили неизменным за счет того что выросла вырос курс рубля можно ожидать и рост инфляции на данный момент это уровне если мне не изменяет память 2721 процент ожидается 27 так раша на данный момент у нас 2 до 2 3 процента и ожидается рост до 2 и 7 процента я думаю может даже будет и больше в любом случае просто даже до трех процентов если будет это ниже чем таргет в инфляции на уровне четырех процентов поэтому ничего страшного не произойдет и центробанк он невероятно ставит процентную ставку и дальше будет держать ее без изменений а то и даже и понижать дальше по британии тоже глобально пока ничего не поменялось упала у нас упали вернее у нас процентные ставки деньги это продолжают вливать в экономике за ним таких новостей особо ничего не уходит поэтому пока великобритания сел как мы рассматривали так и будем рассмотреть постаре ждать данной по процентной ставки вот она наша и под на данный момент по процентной ставочки у нас те наши деньги деньги и денежки так вот наши это стоит на 0 25 процентов 7 числа выйдут новые данные честно говоря не думаю что что-то сильно поменяется как было на 20 процента так и останется то есть поле монетарная политика стимулирования экономики так и продолжится тем более инфляция на уровне 1 8 процента на фоне коронавируса тоже надо стимулировать экономику соответственно денег еще больше будет вливаться и австралия пока глобально по другим валютам цен но по отношению к американскому доллару можно ее рассматривать его покупку новая зеландия та же самая картина канада будут интересно по канаде на данный момент я буду даже на покупку объясняю вам почему немножко такой корректировку сделаем потому что глобально если рассматривать вообще канадский доллар смотрите продолжается политика количественного смещения денежная масса у нас растет баланс банка растет деньги вливают ставку снизили уже до 0 25 процентов видите резкий рост денежной массы пошел мы видим что у нас процентную ставку резко снизили до 0 25 процентов потом инфляция нас нормальный на уровне 2 2 процента люди все сидят дома на карантине соответственно сильно рано расти не будет и доходность по тем же десятилетним облигациям и в целом по этим канадским отдам они у нас на достаточно адекватном уровне плюс еще есть запас на снижение той же процентной ставки но гораздо важнее другой сегодня дядя трамп дал наконец-то нам толчок по ценам на нефть и на данный момент нефть наконец-то начала свое движение вверх вполне вероятно что это движение вверх и далее продолжится будем надеяться что это не был просто спайк и после которого пойдет дальнейшее снижение вот вполне вероятно здесь цена нефть стабилизируется и плавно придет дальнейшего даже если они стабилизируются на этом уровне то нижняя граница будет по нефти 21 верхняя как минимум у нас будет на уровне 38 то считайте так же адекватные цену они уже не падают есть шанс на то что цены будут дальше расти поэтому по канадскому доллару по всем показателям он пока один из наиболее интересно для покупок и это же касается на минуточку россии то есть не поменял россию мы прошли разобрали но не поменял поэтому россия на данный момент курс вполне вероятно будет укрепляться дальше по швейцарии и японии тут важно смотреть другое по швейцарии и японии но для нас важно именно инфляция вот если мы посмотрим по японии данный момент вот такая и по россии не по россии по швейцарии так и наша инфляция минус 01 вот ты что мы видим в японии инфляция идет на замедлении в результате и для того чтобы разогнать собственно инфляцию будут вливать больше денег в экономику что и происходит сейчас вполне вероятно что японский янодали пойдет на падение то же самое касается в швейцарии виде в швейцарии вообще инфляция очень сильно упал и даже не смотря коронавируса не на вливание денег в экономику тем более что люди думают дома сейчас на карантине никто ничего не тратит понимаете я сейчас объясняю такими простыми словами на самом деле за этими простыми словами там целая модель расчетов стоит вот но для большего понимания даже люди как бы меньше не тратят в результате мы видим что инфляция падает и швейцарский франк больше рассматривается на продажу чем на покупку то есть так как у нас здесь и указано но по отношению к американскому доллару они особенно будут падать то есть доллар швейцарский франк рост usd швейцарский франк и usd по отношению к японскими тоже рост то есть если например евро и usd пойдет в рост то и usd франк и usd и иена тоже больше ожидается в рост это важный такой момент чтобы тоже не перепутать так и на данный момент мы видим вот такую вот интересную валютную матрицу она у нас уже пойдет не с 30 числа а у нас сегодня какой-то но сегодня у меня второе но фактически это с третьего но четверто уже завтра записи так соответственно имеем вот такую вот валютную матрицу единственное что доллар я нам бай доллар франк тоже май все то есть принципе есть уже чем работать давайте погнали разберемся по нашим валютам и по нашим сделкам я буду проходить по каждой отдельной валюте каждый отдельным торговым инструментом и заодно будем смотреть какие у нас там сделки есть и чего нам ожидать по евро доллару как мы с вами говорили больше рассматривается в покупку но покупку лучше заходить от нижнего уровня 10650 пока его лучше не трогать фонд продажа и в принципе пока тоже я думаю еще его под салют и параш потом где-то будем заходить пока не рекомендую вообще чудо лезть когда мы находимся таком ровно по центру можно конечно сказать что вот здесь проторговка происходит соответственно здесь у нас нарисовался уровень дальше хрень это все ничего не нарисовалась и просто сидим ждем пока в этом диапазоне лучше не заходи сделку ира или разве что вы хотите поторговать во флете но это не моя дорогая стратегия поэтому флета я не торгую доллар франк четко у нас растет и видите отбился четко от уровня все как положено тенденция дальше наверх и и он дальше продолжит свой рост как минимум к верхней границе к уровню 0 98 76 а то и выше дальше доллар и она та же самая картина пока тенденция наверх тут у нас видите еще уровне пока черта не отрисовались но сейчас покажу глобально что у нас по глобальной нашей картинке смотрите у нас будет уровень нижнего здесь он завтра как раз у нас отрисуется и глобальная тенденция далее наверх к верхней границе 111 185 это но это камень и 112 даже по доллару и не пойдем дальше нцд иена пока четко по центру была сделка мы ее закрыли пока тоже ничего не делаем хотя хотя учитывая что новозеландец вернее учитывая что я на тенденции больше наверх по новозеландцу принципе если доллар будут переводить тут тоже на вызывайте пойдет спрос то в таком случае мы можем попробовать еще раз зайти тоже минимальным нашим объемом 0 05 так это да и надо все правильно и с этой ком сразу его давайте выставим на уровне 6970 даже если вы будете торговать завтра ничего страшного я думаю что все нам будет десктоп стоп за минимум и тут важно именно рассчитайте по таблице как я давал то есть несколькими доливками что вы могли себе позволить вы сидите вот эти это падение при том что это падение но может произойти как минимум к уровню где-то 59 достаточно внушительное падение и соответственно я закладываю именно такие риски то есть тут она у меня все уже рассчитано поэтому не лот у нас тоже рабочий уже посчитан так новозеландский доллар пока мы ведь в диапазоне стояки мы свои выставили сидим ждем к данному вырастет кто в канаде стенденция больше как я уже сказал канадец на покупку долларовую продажу но пока мы тоже ровно по центру находимся я буду пока никуда не заходил лучше подождать а убезды тоже сделки у нас есть покупали и на самых минимумах и по центру ждем когда дальше она красит еще ваш а вот канада тоже сидим сделках так секундочку а то все правильно по доллар канаду я правильно сказал и из для канадов вниз идет то есть тут важно вот our канада пока тоже видите торгуемся в этом диапазоне вот тут такой важный момент австралиец больше рассматривается продажу канада больше рассматривается покупку в результате можно может пойти тенденция вниз и учитывают эту всю раз торговку я бы на данный момент это все добро что касается а вот канада закрыл пусть будет даже небольшом минусе но лучше с него выйти не нашли монотейка столько сколько надо было но лучше закрыть до получить там сколько у нас тут аж целых пару долларов минуса чем сидеть и ждать непонятно чего поэтому с ней с этой сделки мы выходим там сколько нас 30 долларов минусов больше так а вот франк франк большая тенденция в рост а вот больше знаете ушло то есть тут будет сейчас кой широкий флэк поэтому тоже по центру не рекомендую заходить ауде на то же самое как я что я задаю на принципе тенденция вверх можно ему попробовать покупать есть куда зайти но я бы тут его если покупал то выше уровня 6680 если его пробьют пойдем далее наверх пока по этому центру я бы его не трогал а вот нцд тоже сидим ждем карт франк карфранк карьена сильная покупка и смотрите к интересная картинка нарисовалась поэтому да его можно покупать при том что наша первая цель будет как минимум уровень 072 мы 72 принципе круглый уровень как раз его туда и можно оставить так 005072 как раз и наша цель с вами будет есть дальше канады и она та же самая картина тоже нас есть хорошая тенденция наша цель будет это как минимум уровень 80 здесь 8050 можно поставить 8050 покупка есть есть куда расти мы ближе к нижней границе есть хорошая уже раз торговка поэтому можно сидеть франк йена шикарно упал но сидим ждем ничего больше не заходим евро аут продажах уже сидим тенденция дальше вниз и принципе евро аут ждем на дальнейшую на дальнейший обвал так еврокат что у нас здесь евро рассматривается в продажу канада рассматривается покупку общей очень даже неплохо разрисовалась поэтому есть шансы на заход по и цель наша ну как вообще он может дойти к этой раз торговки то есть ближайшую цель я бы поставил 1 4850 и тоже можем продать тоже 05 цел вот дальше панель евро франк сидим сделка пока ждем когда дойдем до 3 к конец чего евро фунт вернулся идеально пока заходов тоже нет евро иена на самом самом минимуме но тут тоже такой непонятный сигнал я бы его ну тем более его даже нет и поэтому я бы не заходил евро и задает тоже ровно по центру канала нашего я бы не заходил фунт аут вот если пробьют максимум вернуться обратно тогда там можно заходить на продажу видите даже здесь был у нас сигнал фунт канада тут тоже интересный сигнал рисуется на продажу есть даже несколько уже на стрелочек на продажу мы находимся на максимуме канада рассматривается покупку фунт рассматривается больше продажу чем покупку поэтому здесь можем тоже зайти в сделку в продажу так с тейком на нижней границе это минимум 167 можно так он франк пошли вверх мы пока ничего особо интересного ждем фунт и она тоже тенденция дальше на вверх пока еще не дошли до той кгена пока рассматривается в рост поэтому я думаю она потянет за собой еще и фунта к тайку мы дойдем я поэтому это эти сделки пока не закрываю тенденция неплохая там и любят все хвастаться пунктами до на данный момент мы по первой сделке зарабатываем 500 563 пункта по 4 знаку 5633 пункта по 5 знаку то есть если бы я закрыл эту сделку мог бы оставить показать как мы круто заработали так фунт нзд пока сигналов нет ничего нзд как тоже ровно по центру ничего не делаем доллар рубль то что я говорю что сейчас больше рубль я бы вообще рассматривал в продажу единственное что мне не нравится в рублю сейчас мы проверим с вами это свопы то есть я бы его продал конечно но я хочу посмотреть какие от меня будут списывать свопы или наоборот сколько мне будут добавлять свопов все-таки продажа рубля это фактически вы покупку продажа доллар рубль вы покупаете рубль продаете доллар учитывая что процентные ставки и доходности по облигациям по рублю выше чем по доллару то в таком случае мы должны получать положительную положительный своп а на данный момент у нас что у нас да все правильно шор своп положительный а соответственно можно попробовать его продать купить себе на 5 тыс на 5 тысяч долларов рублика market close ясно завтра будем продавать когда будет market не closed золото вы просили позвольте смотрите тенденция дальше вверх пока мы находимся по центру поэтому я бы вообще не заходил никуда но глобально тенденция вверх на обновление 1700 так bitcoin bitcoin четко по нашему плану идет пробили максимум тенденция дальше наверх и валим на обновление максимум то есть но тут надо более среднесрочно нужно срочно ждать платина пока не трогаем вот тут поинтереснее наши другие инструменты это на nasdaq и с индекс и 500 то есть пока видим уже стабилизировались пока у них больше желания расти чем падать и принципе можем постепенно доливаться для этого для того чтобы знать каким объемом зайти потому что я хочу уложить 5 тысяч долларов сюда но мне надо посчитать туда же не 5 до 5 до это весь мой баланс сходить на плечом не заходить в эту валюту в извиняюсь в этот инструмент я не хочу в и фондовый индекс поэтому поэтому я вложу порядка тысячи долларов мне нужно понимать сколько это то есть один как он же сайт равняется 20 то есть один контракт равняется 20 умножить на текущую котировку так результате берем считаем 20 умножить на текущую котировку нас будет равняться 20 умножить на 75 13 это 150 тысяч 260 долларов я хочу вложу зайти тысячи долларов ну то есть еще у меня не получится потому что минимальный лот 0 0 1 то есть если я зайду 0 0 1 ботом я вложу 1502 доллар поэтому в принципе как раз мне подходит 0 0 1 если будет падать будем доливаться все 1500 долларов вложил если мне вырастет наверх на 30 процентов в случае заработаю 500 долларов если будет падать буду еще доливаться так это такая более долгосрочная сделка я себе трогать не буду индекс викс это не для с нашего страха мы уже страх словили на самом массовой и это нам принесло очень неплохую доходность поэтому пока его не трогаем и нефть не пить шикарно отработала от тех уровней которые мы с вами разбирали на прошлой неделе в обратно вернулась развернулась я надеюсь что вы смотрели us могли сегодня заработать собственно рост пошел на твите трампа здесь тоже смотрите просто шикарный уровень был за два дня можно было зайти и вернулись обратно к местным границ поэтому тенденция по нефти пока уже восстанавливается я надеюсь говорю что это не спайк какой которого потом будем пойти там пойдем потом будем дальше идти вниз здесь стабилизируемся и дальше пойдет интенсия наверх вот поэтому такая у нас на данный момент ситуация собственно надеюсь вы заработали на прошлой неделе надеюсь будете зарабатывать будущем собственно на этом у меня все торгуйте зарабатывайте мойте ручки и не болейте с вами был михаил ричард выделить с вами ровно через неделю